День автораздачи День автораздачи Как-то ты знаешь, нет Я тебе предлагаю сегодня поговорить про дороги, автолюбителей и вообще обо всем, что с этим связано Давай, давай, про дороги и автолюбителей, это же наша тема, мы же пользуемся дорогами Да, каждый день практически Вот это подвязались, хорошо В этом году в России будет реконструировано и построено 700 километров федеральных трасс Это очень круто, очень, дальнобойщики ходят, все для нас это сделали Ура! Ура! 700 километров трасс, это же 700 километров рабочих мест Да, почему? Ну... На каждый километр по рабочим... Смотря какая трасса Нет, ну я, конечно, говорю не о... Как бы это... Вот давай, выкручь, мне интересно посмотреть, давай Я говорю о том, что это большое количество рабочих мест для девушек Потому что появится кафе Кать, ведь трасса это кафе А кто подает тебе в кафе курицу? Девушка Кто готовит девушку? Появится много заправок, появится много людей, которые обслуживают эти дороги, правильно? Да, через каждые 200 километров посреди поля чистого будет сидеть бабушка и что-то продавать Да Откуда она взялась, неизвестно Землянику, Черемшу Потом грибочки пойдут Ну круто Смотри, продолжается строительство обхода города Уссолья-Сибирского Знаешь, где это? Нет, честно говоря Ну, в Сибири Уссолья-Сибирская Ну, раз его обходят, видишь, я туда не попаду А знаешь, почему Уссолья? Потому что там бывает соль Серьезно? А Сибирский, потому что Сибири Да Вот, а дефис, потому что надо как-то разделить было два слова Да, на автодороге Р-255 Сибирь в Иркутской области Он станет частью, это дорога Ну, обход, обход, да Станет частью международного транспортного коридора, который свяжет Россию, Монголию и Китай Причем трасса идет сразу к заводу Хавейл, ну, для того, чтобы товар прямо с конвейера уже ехал продаваться Хорошо, что придумали маршрут возвращаться из Китая через Монголию Почему? Ну, потому что приехал в Китай, хай-тек, красота, думаешь, блин, вот у нас бы так И ты такой в немножечко расстроенных чувствах выезжаешь из Китая, тут Монголия, ты выдыхаешь Дорог нет Да, выдыхаешь немножечко и уже радостно и приезжаешь обратно в технологичную и развитую Россию Ну, кстати, да, вот в Монголии действительно нет дорог, потому что мне папа скидывал видео, когда он ездил на рыбалку Там вот так вот Да То есть там бывают недели, когда проехать невозможно Не страна, а эко-парк Да, именно так Все, красиво В Якутии в этом году после реконструкции будут введены в эксплуатацию два участка трассы Колыма Заячья петля и Нерский прижим Ну, а почему такие названия? Мне тоже интересно Как будто охотник с рыбаков сидели и придумывали, что как-то заячья петля Давай нет, Нерский прижим пускай будет Ну, трасса Колыма и так звучит довольно мрачновато Да, я еду по Колыме Да, какое-то позитивное название нужны Заячье счастье, Нерская радость Ну, как-то сразу веселая Колыма А то сразу петля Такие все ассоциации Ну, ничего, главное, чтобы построили Конечно, куда они денутся Деньги вложены Чтобы у нас вложили деньги и что-то не сделали, такого быть не может Да, до этого в России уже строители приступили к масштабной реконструции автодороги М7 М7 Ранил, М8 убил Джубга Сочи, строительство скоростной автомобильной дороги Да, наконец-то, наконец-то Не будет вот этой пробки адлерской бесконечной Ты же помнишь, там люди У меня подруга живет в Сочи И она, когда жила в Адлере, она ездила на работу в Сочи Она стояла по два часа По два часа А теперь все, час сорок, ну, максимум, понимаешь Один и четыре триллиона рублей будет стоить эта трасса Будет скоростная, естественно Хотя водители в Сочи думают, что там все дороги скоростные Это точно И все, к 2029 году трасса Джубга Сочи будет полностью завершена Еще больше туристов в Сочи Вообще, очень хочется, чтобы, когда все трассы эти будут завершены У нас остались хоть какие-то машины Которые смогут по ним ездить Будем ждать В этом году по национальному проекту Безопасные и качественные дороги Которые реализуются по решению президента Обновят более 760 объектов Ведущих к детским образователям и досуговым учреждениям Их общая протяженность составит порядка 2500 километров А как будут готовить детей тогда для шоу Супер-ниндзя-дети? Ведь для того, чтобы попасть в новый красивый детский сад или школу Надо же было пройти раньше Полосу препятствий Да! Почему такое количество талантливых спортсменов у нас детей вырастает Которые умеют лазать по всему, что есть? Потому что сложно добраться к ладашку А тут будут хорошие дороги и чего? Нет, ну кайф А спортсмены будут, не будут раньше, как раньше, бежать туда Да А будут подъезжать Красиво на машине На автобусе, например Так, дальше Поговорим о законах, которые приняты для автомобилистов этим летом Давай Некоторые изменения, которые вступили в силу уже с 1 июня Водителей начнут штрафовать за использование шипованной резины Запрет будет действовать на 3 месяца до 1 сентября Ну нельзя летом ездить на шипах Ну это нелогично Ну многим лень менять Ну хотя, если где-то в Якутии, там где снег выпадает в июне Ну тогда да Ну там другие будут правила Там в феврале нельзя Все равно когда-то должно быть нельзя Говорит, но нам весь год нужно Читайте федеральные законы Вот 17 августа, пожалуйста, не ездите Да, у нас полдня без шипов Вот такой, знаешь, как час земли Когда все должны выключить электроприборы Вот здесь надо полдня не ездить на шиповке Иностранные права Иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ Будут действовать только год В течение этого времени необходимо получить российское удостоверение Иначе придется заплатить штраф 15 тысяч С ума сойти Ну а тебе дают год, чтобы ты привык Понимаешь, к нашим дорогам И понял, надо тебе это вообще Не надо Готов ли ты здесь ездить за рулем? Не готов Вот, поэтому Или плати добровольные взносы Вот, пожалуйста Да Или езди на метро Гораздо удобнее Да Это правда Дальше Ужесточаются правила открытия категории Например, категорию Д Это автобус Нельзя получить, если нет опыта за рулем легковой или грузовой машины Ну вот А я у меня вот нет сейчас легковых прав А я хотел сразу на автобус перейти Ты сначала на самокате ездил, а потом сразу на автобус решил Ну почему нельзя? Ну все нельзя Сразу хочу на автобусе, чтобы вообще никого не бояться на дороге Понимаешь, для этого нужен либо Гелендваген, либо автобус с горбушкой в середине Все Это точно Ну правда опасно потом с такой уверенностью, как на автобусе ездить на легковушке Не будешь чувствовать габариты Жутковато Летом россиян обяжут провести техосмотр автомобиля Речь идет о машинах старше 4 лет, которые регистрируются в ГАИ, меняют владельца или конструкцию Ну машины старше 4 лет, это 90% всех машин в стране Да, нужно, наверное, больше То есть всем надо Если уж столько всяких изменений для автомобилистов, столько новых правил, так надо и дорожные знаки обновлять Они же не соответствуют времени, многие Вот давайте посмотрим, что вот это за знак? Это паровоз Паровоз, да? Ну, во-первых, паровоз, Кать, давай с этого начнем Там паровоз, ну, знак, что впереди железная дорога, снизите скорость до 20 километров Но надо ввести чуть более актуальный знак, ну вот согласись О, да Потому что 20 километров, это как раз скорость, на которых ездят самокаты А самокаты порой опаснее, чем электричка Вот, все надо, надо, чтобы все в этот момент с тротуара убежали Ну или вот такой знак Смотри Это... Кать, вот что означает этот знак, потому что, возможно, впереди будут пробки Да Из-за маленькой карманной собачки или у кого-то очень сильно прямо на дороге раздуло эго Все бывает Или кому-то нужно проверить свой выхлоп, например Кстати, на патриках, я думаю, многие люди это делают регулярно Чаще, чем хотелось бы Или вот такой знак, тоже классический Так Осторожно, дети Осторожно, дети Они все равно в рукавицах ездят Они, да Плюс 27, на них пальто И черная такая одежда, и какая-то шлем Да, и... Ну, у них какой-то свой температурный режим в организме Потому что им зимой в этом не холодно, летом в этом не жарко Это точно Демисезонная одежда, вот в чем нужно в космос летать, ребята Просто поговорите с теми, кто вам доставляет пиццу Откуда у них вся эта одежда, и отдайте это космонавтам Это точно Идем дальше Давай Число китайских автобрендов в России за время санкций выросло в пять раз Удивительно Да, то есть была раньше одна машина, еще сразу пять Количество китайских брендов, официально представленных в России, возросло с 11 в 2021 году до 30 в начале 2024 года Угу, это в пять раз получается, да? Ну да С 11 до 30 11 до 30 Да, это в пять, конечно Ну, ЦАВА, ну так в новости написали Окей, будем считать, что с 11 до 30 это в пять Из 57 китайских брендов 11 были в России до введения санкций Это? Это Ну да, какие знаешь ты? А потом еще Вот этот, например, да, тоже хороший был И вот там это ребят И где в конце тройка Да Да, вот это классные бренды Катя Катя, ты вообще не следишь, что ли за китайским автопромом? Doomfeng 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 19 китайских брендов открыли официальное представительство уже после введения санса 22-го года Ну, тут еще смотри, Зикор, Бит, Линк энд Ко Ну, это считается, типа, премиальный. Серьезно? Ну, Зико, да. Окей, будем считать, что так оно и есть. Обидная линка, я ей, честно говоря, не знаю. Ну да, но чем больше китайцев, тем больше наш мужик любит свою ласточку. Солярис. Ну, в общем, много автобрендов, есть из чего выбрать. Самая большая задача, когда ты увидел рекламу машины, которая тебе понравилась, запомнить, как она называется. Чтобы, когда ты будешь в автосервисе или в автоцентре общаться, ты хоть как-то вспомнил эту комбинацию букв. Ну, тут фэн. Хотите ездить на машинах, учите китайский. Это точно. Россияне признались в опросе комсомольской правде. А туда люди говорят исключительно правду, причем в основном комсомольскую. Что не готовы променять машину на велосипед. На велосипед. Почему? Потому что. А квартиру на палатку? Каждый пятый опрошенный сообщил, что ни за что не готов променять свой автомобиль на велосипед. Респонденты жалуются на нехватку велодорожек, отсутствие дорожной физической подготовки и слишком большие расстояния. Ну, это вообще все очевидно. А надо было проводить такое исследование в целом, да? Да. Ну, сейчас говорят, ой, велосипед, это экологично, быстро, удобно, без пробок. Ну, нет. Ну, нет же. Ну, потому что машина, это же не просто средство передвижения. Это может быть и офис, и дом, и хобби. Там же даже можно построить свою любовь, понимаешь? Как ты на велосипеде поедешь с девушкой вечером в кино? Ну, не очень. Ну, только на двух велосипедах. Ну, только на двух велосипедах, и есть риск, что вы разъедете с разными сторонами. Или вот это, как и раньше, знаешь, на раме возили. Помнишь? Ну, это с семьей, с семьей на даче. Сын на раме, жена на багажнике, дочь на руле. Рассаду куда? Но если вам не нравятся ни автомобили, ни общественный транспорт, ни самокаты, ни велосипеды, ни пешком, то в Москве уже в августе запустят шерик катеров. В августе самое время, перед ледоходом. Но в жизни так бывает. Не правда ли, друзья? Арендовать их можно будет примерно так же, как и самокаты. Смотрите на карте ближайший вариант и бронируйте. А когда оставляете катер или лодку на причале, делайте фото. Офигеть! А куда можно добраться на шеринговом катере по Москве? Вот у нас возле студии есть причал. Ну да, и все, и ты поплыл куда-нибудь. Да, брат, потом еще полтора километра идти пешком. Ну вот красиво, как в трое водки, не считая собаки. Но ты бы взяла вот в шеринг катер? Ну, я думаю, там нужны какие-то специальные права. Потому что когда у меня брат учился водить вот этот катер или лодку, что он на чем-то учился, он получал права. Катя, я прочитал, никаких прав не нужно. Пожалуйста, 9,9 лошадей. Все, управлять может любой совершеннолетний, 20 рублей в минуту. Ты просто рухнула в катер, завела и погнала. Нет ощущения, что это слегка небезопасно. Нормально. А самокаты? Это прям, любой, бери и катись восьмером на нем. Не, ну смотри, ты взяла удочку, все, вечером выпала на середину Москвы реки, забросила, сидишь, собираешь новости для извести. У тебя тут поклепка. Загорать можно. Два сазана выловила. Кайф. Красота. Не, ну вот это я бы попробовал, реально. Это же интересно. Да, интересно. Прикольно. Я не знаю, сколько их будет, правда, потому что, может быть, там будут пробки. Пробки из лодки. Понимаешь? Ну, если у тебя тысяча катеров одновременно встанет где-нибудь на Москву реке, в районе парка культуры, и все, и до свидания. Не могу добраться, плыву. Да, 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 я в пробке, где? Где, где? В реке. И все. Но вообще вещь интересная, это стоит попробовать. В общем, дорогие друзья, какой бы вид транспорта вы ни выбрали, возможности теперь у нас для этого есть широчайшие. Хотите велосипед, хотите катер, ждем, когда запустят самолеты. О! 20 рублей минута долететь из Москвы в область. Все, приземлился, тоже без прав, тоже с педалями. Взлетел, посадил, погнал дальше. Будем ждать. Будем ждать, это было шоу «Известь» Кати Гончаренко. И Святослав Савченко. Все, пока-пока.